Добрый день. Привет. Какого вы города? Кемерово. Я из города Львов, Украина. Хорошо. Как дела? Неплохо. Смотрите, у меня к вам такой вопрос интересный. Вы как к войне относитесь? Поддерживаете или против? Против. Потому что много я общаюсь с россиянами, очень много поддерживает, но в последнее время что-то много очень людей появилось, кто против войны. У меня к вам еще такой вопрос. Вы были изначально против или вы как-то в процессе узнали правду и стали против войны? Изначально. Мы изначально были против войны, потому что война это не очень хорошо. Это не есть хорошо. А какую мы должны были узнать правду? Ну, я не знаю, потому что сколько мне задают такие вопросы. Почему мы напали на Украину? От того, что Украина не напала на Россию до 8 лет бомбили Донбасс. А еще даже была версия, что Крым Россия купила в Украине за деньги. Ну, такие фантастики. А, еще солдаты были, которые рассказывали, что за 100 долларов в день готовы убивать женщин и детей. Так знаете, в основном, кто бомбил Донбасс? Войска Украины бомбили русских солдат, наемников. С 2014 года там находились наемные солдаты России. Да, это нормально. А русский народ, он эту хуйню не знает, типа, эти говорят, типа, мирные жители бомбили. Это пиздеж и провокация. Конечно. Мирные жители просто пропадали под это. В любой войне такой будет. Ну, смотрите, даже если так, ну, насколько я смотрел, да, факты, что много людей погибло, да, мирных. Вот. Особенно в 2014 и в начале 2015. Потом люди просто подрывались на снарядах, которые не разминировали. Ну, у нас сейчас тоже так вот, где освободили, например, вот, под Киевом, да, люди тоже подрываются на снарядах, которые вот там, ну, например, не разорвавшиеся, вот, нашли, вот, наступили. Или заминированы, вот, люди подорвались. А смотрите, а как у вас вообще... Мы не можем ничего сделать против войны. Никто ничего не может сделать. И смысл об этом говорить, я не вижу. А смотрите, а много таких людей вообще в России, что вот боятся сказать, вот, что, ну, они против войны, но они реально против войны? Да, много. Да, я скажу тебе так, что все против войны. Какой нормальный, адекватный, здоровый человек, он будет за войну? Ну, я таких тоже не знаю. Они, в основном, мозги промылены. А смотрите, а как вы не попали под влияние пропаганды? Вот просто какой-то, возможно, секрет есть, или, я не знаю, или вы просто, ну, реально образованные люди, которые умеют читать, скажем так, разные источники? Нет, просто у нас есть мозг, у нас есть голова на плечах, мы можем рассуждать обо всем, типа, и думать. Ну, информацию надо там смотреть, здесь, там посмотрел, то есть везде как бы сформулировал, в голове уже собрал и где правда, сам уже растудил. А не то, что по телевизору сказал или там дядя Петя сказал. Ну да. Он одни дураки, они на них нельзя слушать. Понятно. А как вы думаете, чем это все должно закончиться? Закончится тем, что в итоге, ебать, так и останутся. Просто... Там будет эпик, если украинская армия наступит на Россию, да, если они обиду возьмут и начнут в атаку. Я, честно говоря, я вообще против, чтобы, ну, украинская армия переходила границу и наступала на территорию России. Ну, то есть нам чужой земли не надо. У нас в принципе... А мне интересно просто, мне интересно, как нас русские войска, тогда вам просто Путин обосрется и начнет уже кнопочки своей красной нафу угрожать. Никто не будет такого, господи. Так невозможно быть. Не будет ничего такого. Никто не пойдет на русскую землю. Понимаете, Северлина, знаешь, как жгут наши танки акуленно быстро и эффективно. Ну, в принципе, я видосики смотрел, неплохо так попадают. Ну, вы понимаете, что в танке, что в танке как минимум три человека, экипаж. То есть каждый танк это, ну, как минимум трое раненых. Ну, и такое тоже бывает. Нет. Просто будет исход такой-то, что война хватит только на том, что ДНР, 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 как не так. И у нас будут лозунги, да, мы выиграли, победили фашизм, мы его остановили. А как вы думаете, а не будет вот это больше жестов доброй воли от российской стороны? Не знаю. Я просто вижу своими глазами, как у нас раненых, что происходит у нас на каждом углу. Вы просто не понимаете, что это не Украина против России. Это, как говорится, США и вся вот эта понятия против России. И что США хочет быть намного больше России. Чтобы все было под ними, а не во влиянии России. Чтобы Россия вообще не то там, вон там, внизу, под плинтусом, под асфальтом была. И все пристали под дубку США и так далее. Ну, а что ж тогда монголов не забирает, их вообще никто не трогает? То же самое Америка может в Монголию зайти на НАТО в Африку. А смотрите, а почему у вас так боятся вот этого НАТО? Никто не боится. Никто не боится. Просто, знаешь, это обсуждение. Я вот это в Худине верю. Потому что, типа, вот, блядь, хохлы хотели в НАТО вступить. Из-за этого надо останавливать их. Это, блядь, их право в Европу или в НАТО уходить. Нахуй вот влазить Россию в это дело. Какая разница, через сколько ты умрешь? Через 30 минут, через 15, сколько ракеты долетает. Это не ебет никого. Это то же самое, что взять в 80-х годах, когда советские войска в Афганистан пошли. Вот, блядь, там байка была. Если бы мы не вошли, то за час до нас бы, блядь, туда бы НАТО вступило. И ракеты свои расположены. Это просто, ну, в Москву, блядь, полнейший идет. Вот, блядь, НАТО, хуя-то там. Не НАТО, не в НАТО дело. Он в Финляндии в НАТО вступил, и чё? Чё-то Лаван не выёбывается. И не только Финляндия, ещё и из Швеции. Ну, вот. А Путин что-то на них не залупается. Хотя Финляндия и Швеция-то рядом. Так же границы рядом с Питером 200 километров. Да, да. Это всё просто отгибать по мне. Он просто обиду держит на фунту, что выкинули хоклы, то что президента там выбрали люди, вот и всё. Раньше он ставил, он имел голос там. Когда Порошенко, когда Ющенко был, когда эти, напустим, проезжаются. Блядь, я просто не вижу смысла вообще разговаривать о войне, когда ни ты, ни ты, ни я ничего не может. Не, мне просто реально услышать ваше мнение, то есть... Да, как Россия относится к этому результате. Мы сказали, что... А хорошо, а смотрите, если вот... Вот вас же там, насколько я понимаю, набирают добровольцев. Вы видели, кто-то желает идти воевать? Нет, нет, ни хуя. Туда до боёвка идут, которые 9 классов после школы отучились. Пошёл в армию. В армии ему понравилось житьё. Который в образовании не получил, не техникум отучился. Или там технайм отучился. Ему на гражданке не понравилось. Вот пошёл в армию. В армию по контракту остался. И пошёл на хохлов. И то он пошёл, он думал, типа, за 3 дня, за месяц хохлов на бою. А тут паса потрался. А хорошо, а смотрите, а ещё такой вопрос. А нормальная работа есть вот в Кемерово, например? Ну, конечно, есть. Не, ну не везде, как будто, тоже ненадёжно. Но в основном шахты у нас там были разрезаны. Потому что люди говорят, что идут убивать много, ну, кто говорит, что идёт за деньги. Вот тупо за деньги. За деньги они идут. Они просто хотят ипотеку свою закрыть и всё. Липа, блядь, я не знаю почему. Просто там 150 тысяч предлагают. 200 тысяч. 200 тысяч за 200 игру, скажешь, как говорят. Вот они идут. Это много для России или мало? За 30 тысяч работал. А ему 200 тысяч, у него глаза загорелись. Сейчас зимки ещё. Шубу возьму, ипотеку закрой. Чё там, алкохлов постреляет. Думает, отсидится там месяца два-три, наверное. Денежку срубит и съебёт. А бывает такое, он приезжает, не отсиживается, а тут сотка приезжает домой, место не будет. А у вас приходили похоронки в город? Было где-то? Много людей вернулось? В Кемерово были. В области не в курсе, но в области у нас было, потому что в Кемерово приезжали все-таки нормально. Это когда первая волна пошла, когда у нас срочников туда запихали обманным способом. То есть с 24-го войны началась, ну, в феврале. Да. Типа якобы это специальная военная операция, когда началась. Туда срочников запихнули. А потом, когда это скрылось, когда срочники начали погибать, мамки и родители начали поднимать вопросы к губернатору, президенту. А они тупые глаза делают. А мы не смотрели, ебать, надо решать вопросик, ебать. Путин тоже в рога включать начал. Типа у них были, не знает. И всё, срочников убрали с фронта. Мы остались с Контрабасом. Контрабасы тоже думали, какого за месяца два, наверное, завалили. И заебись. Будем шоколадной женщиной. Но мне кажется, что они реально рассчитывали, что мы здесь все будем сдаваться массово и не будем просто давать отпор. Да. Да ты представься, что в ТикТоке 21 февраля ещё будет прикол. Вот сейчас едем на Лишку, Донецк, хуярить там типов. Вот такую хуйню снимали у нас. Вот эти вояки, которые Контрабасы и не вояки. Такие на Антарктии, знаешь, как будто суперармия. Я тоже один рассказывал, что, как они говорили, что это такой был замесел, что вот под Киев подойдём. А потом такой замесел был, что отступили, там какие-то договорённости. Я ему вот говорю, вот ты смотри, как у вас планы вообще поменялись. От Киев за три дня до жестов доброй воли. Вот под Киевом жест доброй воли, остров Змеиный жест доброй воли. Одни жесты доброй воли. Я вот не понимаю, вот как так получилось. А он смотрит на меня, это такой военный замесел, говорит. Вот я говорю, да, положили десять тысяч людей, да, и многомирных наших побили. Вот это такой военный замесел, вот реально. Я, честно говоря, не знаю, кто в это всё верит. Да это враньё всё. Они просто обозрались в этой специальной операции. Они хотели Киев взять, и что-то нихуя не взрослось. Там вся страна ваша стала, и человек со защищанием так и поэтому. Но они ничего не могли сделать. Я сам видел видео, где вот просто люди вот стояли в Киеве уже, да, вот на... Не знаю, как это по-русски слово. Ну вот, когда въезжают в пригороде, в пригороде Киева, люди стояли, вот с машин... Приезжала ваша какая-то там, ну, БМП или что-то там ещё. Они вытягивали своего там, москвич или что там у них был, джавелин, стреляли в него и опять ждали, кто подъедет. Ну, реально люди в гражданском. Ну вот. Мне ещё главное что удивляет в четырнадцатом году, короче. Ну вот. Поехали. 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 Поехали.